Очистка мест преступления – тяжелая работа. В такой работе бывают разные ситуации. Профессионал должен быть в состоянии настроиться и сохранять непоколебимость, даже среди самых ужасных сцен. Сегодня мы узнаем больше об этой профессии из интервью Донована Таверы, которая занимается этим не одно десятилетие. Присаживайтесь, будет интересно. Вы поймете, что влечет за собой эта работа и в целом будете знать больше. Начнем с того, что для уборщиков мест преступления важно обладать следующим. Сострадание. Места преступлений при любых обстоятельствах ужасны, и человек этой профессии должен быть в состоянии оказать семьям моральную поддержку и утешение. Такой себе психолог. Выносливость. Работа физически сложная, а также требует от специалистов ношения в защитных костюмах, респираторов и нескольких наборов перчаток. А находиться в таком одеянии не один час. Это очень сложно. Знание. Большинство компаний, занимающихся такой, назовем ее специфической уборкой, требуют от своих сотрудников непосредственно профессионального обучения, знания рисков, таких как воздействие патогенов, передающихся с кровью. Честность. Поскольку клиенты доверяют бригадам по уборке мест преступлений и свои дома, личное имущество и безопасность, соблюдение этических норм являются обязательным условием. Многие компании проверяют биографические данные сотрудника и многие справки. Обязательства. Семьи часто нуждаются в услугах в неурочные часы. Следовательно, уборщики должны быть преданы своей работе и иметь гибкую доступность в любой день и в любое время суток. Внимание к деталям. Эта скрупулезная работа имеет риски для здоровья, поэтому необходимо соблюдать протокол и уделять пристальное внимание деталям. Что именно делают уборщики на месте преступления? Они дезинфицируют и убирают дома, предприятия и транспортные средства после насильственной смерти, самоубийств, несчастных случаев на производстве и подобных случаев, при этом оказывая поддержку тем, кто заказывает услуги. В основном это родственники. Чем это отличается от обычного клининга? Компании, занимающиеся уборкой мест преступления, работают с правоохранительными органами, а также делают больше, чем просто уборку. Они полностью дезинфицируют пораженный участок с помощью специальных чистящих средств и могут исправить ситуации, которые не под силу обычным клининговым службам. Некоторые из ситуаций включают очистка слезоточивого газа. Слезоточивый газ иногда используется правоохранительными органами на месте преступления и впоследствии его очень трудно очистить. До тех пор, пока не будут устранены все химические вещества, помещение остается небезопасным и в нем нельзя жить. Уборка останков, которые долго лежат. Одна из самых сложных ситуаций. Многие люди недооценивают пагубные последствия останков, которые долго лежат, и не осознают, что они могут повлиять как на безопасность, так и на благополучие будущих жильцов, если не будет все полностью очищено. Самоубийство и ликвидация последствий аварии. С очисткой крови и других биологических материалов следует обращаться с особой осторожностью. Профессионалы должны обладать инструментами и знаниями для тщательной и безопасной ликвидации. В Мексике один из самых высоких показателей преступности в мире. Но кто убирает на месте преступление, когда полиция и следователи уехали? Столица Мексики. Дождь льет возле закусочной в аэропорту Бенита Хуарес в Мехико. Отражение стоп-сигнала в лужах на мокром асфальте делает их похожими на лужи крови. Рев двигателей, самолеты, кругом машины, в закусочной стоит запах кофе, красные банкетные сидения и тусклое желтое освещение. Помещение могло бы стать сценой для нуарного фильма 50-х годов. Это подходящий выбор для человека в костюме с седыми волосами и короткой стрижкой, сидящего в одиночестве, а его профессия подчеркивает всю атмосферу. 47-летний Донован Тавера, единственный в Мексике, сертифицированный уборщик мест преступлений. С момента основания своей частной компании работа водила его по всей Мексике, в самые ее мрачные и одинокие уголки. «Поскольку я первый, я должен быть лучшим», говорит он, зажигая первую в бесконечной цепочке сигарет Монтана. В своей домашней лаборатории в Тескока Донован изобрел около 370 химических формул для уничтожения следов лишения жизни, домашних пожаров и разложений. Моя цель состоит в том, чтобы каждое место, в котором я работаю, выглядело так, как будто там никогда не происходило ничего трагического. Мои формулы определяют разницу между мной и другими людьми, которые пытаются убрать место преступления. Так много офисных и домашних уборщиков заключают контракты на выполнение работ, выходящих за рамки их возможностей. Они просто моют все с отбеливателем, а их клиенты верят, что работа сделана. Но это обман. Кровь опасна. Да, пятно и запах исчезли, но могут остаться туберкулез, ВИЧ, гепатит на месте происшествия без более глубокого химического вмешательства. Иногда при нанесении ножевых ранений кровь смешивается с перикардиальной жидкостью, для чего потребуется определенная формула, чтобы ее смыть. Для каждого случая нужна своя формула химикатов. По его словам, деньги – это хорошо в любой профессии, но его мотивы личные, а не коммерческие. В Соединенных Штатах я мог бы брать 400 долларов в час. Это цифра максимум, которую я могу попросить здесь за всю работу. Если принять во внимание мои расходы, химикаты, транспорт, зарплату моего помощника, у меня очень маленькая прибыль. Его карьера берет свое начало в детстве, в 1980-х. Аскопоцалька – песчаный промышленный район Мехико, задушенный дымом от нефтеперерабатывающего завода ПЭМЭКС. С 12 лет я задавал себе вопрос, куда уходит кровь. Однажды в субботу днем мы узнали, что кто-то лежит на улице возле нашего дома. Мы вышли смотреть. Были явные признаки насилия, и меня поразила кровь. Но я не испугался, мне просто было очень любопытно. Так началось мое увлечение. Помимо нас были полицейские и следователи. Я все ждал, что кто-нибудь придет и уберет место происшествия, но никто не пришел. На следующее утро я наблюдал, как владельцы киосков с тако смывают кровь водой с мылом. К полудню все было в обычном режиме. Очереди людей ели тако на месте происшествия. Событие стало как будто забытым. Мне было грустно. Когда мы говорим об этом сегодня, моя мама повторяет, что я был травмирован тем, что увидел в тот день. Может быть, да, но я знаю, что это дало мне импульс начать дело всей моей жизни. Я решил, что если никто больше не будет заботиться об этих вещах, я позабочусь сам. Вот почему молодой Дона Ван Тавера провел юность в библиотеке. Он читал о процессе смерти и о том, что происходит со станками. Парень многому научился. Молодой Дона Ван Тавера сразу понял, что если кто-то уносит людей с улицы, должен быть еще и профессионал, убирающий все остальное. Когда Дона Вану было 17 лет, он начал экспериментировать. Ходил к мяснику и покупал кровь, печень и кости. А затем в гараже пытался выяснить, как создать формулу, которая точно растворяет кровь. Когда парень смешал свою первую удачную формулу, он понял, что будущее судебно-медицинского уборщика у него есть. Учиться самому является личным предпочтением Дона Вана. Как говорит сам мужчина, он всегда был независимым. В 23 года ушел из армии, потому что просто не чувствовал интеллектуального развития. Работа телохранителем дала ему больше свободы в этом отношении. Его работа освещалась в английских, испанских и национальных СМИ. У нас в Мексике нет культуры должной осмотрительности. Большая часть моей работы – это очистка помещения после того, как полиция расследует преступления. Бывает, остается пыль от отпечатков пальцев, следы ботинок, даже обрывки улик, которые правоохранители отвергли или проигнорировали. Судебная медицина переживает бурный рост в Мексике. Сотни студентов ежегодно идут на курсы в престижных университетах и частных учреждениях. Но само применение науки отстает от темпов развития насилия, охватившего страну. Судебно-медицинские службы страны просто перегружены огромным количеством останков. По словам исполнительного секретаря Национальной системы общественной безопасности, в Мексике каждый день в результате насилия умирает 57 плюс человек. Эта цифра ужасающая, и с каждым годом она только растет. По данным Национального института статистики и географии, раскрывается только 1% всех преступлений. Судебная медицина несет на себе основную тяжесть этой статистики. Морозильные камеры в моргах Вакапулько, штат Геррера, в самом жестоком городе страны, буквально переполнены жертвами лишения жизни. В одной камере вместимостью 95 душ оказалось 174 души. Одинокая, почти невидимая работа Донована Таверы – это отражение страны, которая борется за установление верховенства закона. Эдгар Элиас Азар, президент судебной службы Мехико, чья организация курирует обучение криминалистике, говорит, что Донован выполняет важную работу в сфере, которая оставляет желать лучшего. Если люди начнут осознавать ценность того, что он делает для предотвращения риска для здоровья, к судебно-медицинской очистке будут относиться гораздо серьезнее. Действительно, судебно-медицинская очистка настолько не признана в Мексике, что Донован должен был составить свои собственные документы, когда пытался зарегистрироваться в Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков. Мужчина – последний, кто посещает место преступления. Приходит после того, как полицейские ушли и после похорон. Он – последний человек, связанный с трагедией, и часто члены семьи умершего используют его как терапевта. Вначале на мужчину это влияло лично, но теперь Донован общается с ними недолго и очень деликатно. Вот почему важно читать много книг по социологии и психоанализу, чтобы быть уверенным, что относишься правильно к родственникам жертв. Мне нужна вся информация, но люди уязвимы, поэтому, задавая вопросы, нужно быть очень человечным. Я уделяю этому много внимания. Я приезжаю, работаю и пропадаю. Родственники выглядят такими усталыми, такими грустными, когда говорят мне, что им нужно. Облегчение также заметно, когда я закончу. Моя работа – последний этап их горя, после организации похорон. Полиция называет освобождением места преступления, когда сбор улик закончен. Но настоящее освобождение происходит, когда я заканчиваю уборку. Я смотрю, как приходят семьи и дышат воздухом, не испытывая первоначального эмоционального шока. Часто они плачут от облегчения, как будто бремя снято. Это и есть настоящее освобождение места преступления. Худшее преступление, которое мужчине пришлось убирать, это лишение жизни четырех в Мехико. Следы, которые он увидел, свидетельствовали о самообороне и панике. В этой сцене было много гнева и отчаяния. На уборку у Донована ушло более десяти часов. Дом пришлось сдать в тот же день. Клиент был опустошен, но в конце концов Тавера вернул место без единого следа того, что было дома. Работа в некотором роде помогла, и после этого человек очень хорошо его поблагодарил. Была совершенно другая атмосфера, легкая, как будто то, что случилось, произошло давным-давно и осталось, как воспоминания. Донован Тавера предпочитает ночной город и почти не выходит на улицу днем. Шум, движение, количество людей вокруг, все это вызывает у него клаустрофобию. Ночь тихая и пустая, и я могу проехать многие километры без перерыва. Я вхожу в транс. Все вокруг не так важно. Это же трансовое состояние находит на меня во время работы. Я не замечаю, как идет время, объясняет Донован. Сначала он соскребает засохшие остатки, затем добавляет химикаты для уничтожения бактерий. Если есть какие-то грибковые образования, он также вымывает их химией, прежде чем дезинфицировать все предметы на месте. Потом убирает, пока комната не станет как новая. После этого все кажется ярче, как будто в помещении проникает больше света. Когда мужчину спрашивают об эмоциональном воздействии его работы, он отвечает тяжелым вздохом. Трудность не в работе. За эти практически 20 лет я убирался после забытых людей неделями, а иногда и месяцами. Соседи говорили мне, что вспомнили, что этот человек существует только когда запах начал распространяться через стены. Вы можете себе это представить? Безразличие, в котором мы живем, кажется, с каждым днем усиливается. Коррупция и безнаказанность позволяют насилию продолжаться в Мексике. Забота о мертвых и забытых – это часть решения. Так считает Дона Ван Тавера. Он всегда доволен своей работой. Но был один случай, который мужчину очень встревожил. Даже без останков он может прочитать, что произошло. Увидеть это снова, как в фильме. Бегущие люди, их лица, ужаса, орудия и безуспешные попытки самообороны. Но все это не должно мешать работе. И у мужчины есть свои ритуалы для сдерживания этих мыслей. Он ездит после работы к Ангелу Независимости. Это монумент на проспекте Пасео де ла Реформа в Мехико. В виде колонны в честь победы Мексики в войне за независимость. Если Донован, возвращаясь домой, испытывает стресс, его жена говорит, что это потому, что не пошел к Ангелу. И мужчина подтверждает, она всегда права. Донован Тавера работает в наушниках, потому что музыка помогает ему сосредоточиться. Он всегда слушает три вещи – Тристан и Изольда Рихарда Вагнера, 666 Number of the Beast от Iron Maiden и Параноид от Black Sabbath. Классика меня расслабляет, помогает сконцентрироваться и психологически подготовиться. Но как только я одеваю форму и начинаю чистить, мне хочется слушать хэви метал. Работа по очистке места преступления может начаться после того, как правоохранительные органы выдадут юридическое заявление о том, что кто-то, не входящий в состав полиции, допущен на место. Без этого листка бумаги Донован не сможет выполнять свою работу. Бывали случаи несколько раз, что люди звонили мужчине по работе, но когда он попросил документы, их не было. Вместо этого они предложили ему хорошие деньги. И когда мужчина сказал им, что не может работать без соответствующего разрешения, они быстро вешали трубку. Возможно, те люди были преступниками. Картельные банды также часто осуществляют собственную форму правосудия в городе. О том, как они это делают, вы можете прочесть в моем телеграм-канале. Ссылка в описании. Они оставляют людей на улице в качестве предупреждения другим. Несмотря на глобальную пандемию, март 2020 года стал самым худшим месяцем по уровню преступлений с летальным исходом от рук этих банд. Их число составило 3000 человек, что означало одно – у Донована много работы в столице. Смогли бы вы работать уборщиком мест преступлений? Я, наверное, нет. Я бы не смогла сохранять холодную голову и не думать о тех пострадавших людях. А вы? Напишите в комментариях, было ли вам интересно. Поддержите нас по ссылкам в описании, а также своей активностью. А я пока говорю пока. До следующего видео. Всех обняла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова